Лес, кислород выделяет, выделяет. СО2 он забирает, забирает. А что без леса будет? У нас здесь, на Урале. У Валентина Буркова душа болит за лес. Мужчина переживает за каждое спеленное дерево. Утверждает, количество просек растет с каждым днем. В лес на лыжах Валентин Петрович выходит едва ли не каждый месяц. И видит, что лесорубы безжалостно уничтожают вековые сосны в районе Верхней Шайтанского водохранилища. А это уже опасно. Там, где леса хорошие, сосновые бары были. Там на опушках мощные родники. И все это в речке потом превращается, течет. Вот лес сохранял влагу. Сейчас на водоразделе все сосновые бары вырублены. Может быть, большая-большая экологическая катастрофа. Чтобы предотвратить угрозу, Валентин Бурков не сидит сложа руки. Он написал письмо губернатору Свердловской области с предложением установить вокруг Первоуральска лесопарковый зеленый пояс. Такие зоны уже существуют, например, в Каменске-Уральском, Ревде и Екатеринбурге. Однако выяснилась, такая инициатива должна исходить от городских властей. Сейчас пенсионер готовит обращение в мэрию и даже готов помочь в разработке плана по созданию защитной зоны. Зона это была, она была, но новый закон, который создали в 2006 году, вот, эту зону не прописал зоны. Вокруг города на расстоянии 5 километров шириной. Смешанный лес. Рубка запрещается, всякое, только санитарное. Эколог-общественник Владимир Плюснин уверен, проблема гораздо шире. По его мнению, спасать деревья нужно не только вокруг Первоуральска, но и в самом городе. По его данным, за последние 10 лет с улицы исчезла почти одна шестая часть всех зеленых насаждений. Проблема более чем назрела, поскольку тот щит зеленый, который у нас высаживался в 60-е, 50-е годы, он откровенно устарел. Потому что эти замечательные тополя, которые нас спасали и спасают, они, естественно, ветшают. Необходим серьезный муниципальный план по восстановлению зеленой кроны города. Для того, чтобы решить проблему с природным щитом и восстановить зеленые легкие города, нужно объединять усилия, уверен эколог. Нельзя допустить, чтобы Первоуральск стал пыльной пустыней. Юлия Данилова, Владимир Махмудов, Интера ТВ.